Видео посвящается хейтерам, потому что меня сейчас будет жестоким образом мутызить Бить Мочить Гасить Всячески унижать Так, внимание, это панчбокс, наконец-то Приветствую всех реальных упырей Наступила ночь, а это значит время панчбокса Снимай свой армянский оберег девственности и давай пошли Ого, нифига себе, Макс Топор Инорек Симонян Ё-моё, брутальнейшая заруба в телефонной будке К сожалению, звонок другу сделать не получится, придется вывозить самим В тесноте и в обиде Длинные серии ударов по голове, по корпусу Множество урона Вот такой качок избивает оппонента в будке Но тяжело было не только им Зрителям мне просто пришлось вызывали скорую Ну, чтобы они тоже посмотрели на эти мега-бои И они смотрели сие Ооо, сука Ну что, тебе понравилось? Это мой оберег от дебилов По типу тебя Ого, от дебилов? Смотрите эксклюзивно на Рутюб И видео Давай на меня, что ты все показываешь на сеть? Неинтересно Видео посвящается хейтерам Потому что меня сейчас будет жестоким образом Мутызить, бить, мочить, гасить Всячески унижать В хорошем спортивном смысле слова А что за костюм у тебя такой? Да, модный костюм Видишь, у меня оно черное Какой классный, бить Вообще охеренно Ссылочки в описании, да Тема, костюмчик, ребята, вы еще увидите Сегодня с нами команда профессионалов Люди, которым можно доверить Я саду, но не маза Но сегодня придется побыть немножко сада Нет, сегодня побыть надо маза, да? И сада, и маза, мне кажется Кому я буду? Два в одном Ну, я могу что-то Ты будешь что-нибудь, наверное, делать? А, да Хорошо Нормальное тело Тема, да? Гачимучи Я могу что-то принять от тебя Я по-прежнему Владимир Кулаков Я являюсь легендой независимой федерации рестлинга И в целом рестлинга в России Я на ринге вот уже 20 лет 5 мая будет 20 лет 20 лет? 20 лет Мне 34, я с 14 лет занимаюсь рестлингом Серьезно? С 9 лет я его смотрю И в тот момент я решил быть рестлером К сожалению, к сожалению моему большому Сегодня с нами не будет Антоном Дерябина Потому что у него достаточно серьезная травма И у него разрыв ягодичной мышцы Вот этого у него разу в жизни беспрецедентно Чтобы ягодичная рвалась Бицепс бедра Квадрицепс Всякие Все Но бицепс Жопку Чувак надорвал себе задницу просто реально На работе На работе порвался жоп Его кинули от удара У него оторвалась Разорвалась Прямо в лотно порвались Значит гематома на всю задницу Да, и он вставать ничего не может Даже на костыле Ну мы с ней Есть еще вторую сеть Обязательно Меня зовут Кайли Дэвин Я главная ведьма независимой федерации рестлинга На ринге я выступаю совсем немного Года 3 Но дебютировала достаточно быстро Спустя 6 месяцев тренировок Также я вице-чемпионка Евразии по пауэрлифтингу И бывшая чемпионка A.W.O. Global А пауэрлифтингу это в каких движениях? Сколько ты делаешь? В троеборье Ну, сколько у тебя? Становая у меня была 100 ровно А жим лежа самая слабая вообще, наверное, вещь, которая есть в моем теле Жим у меня был 50 Присед у меня был около 90 килограмм А ты ростом-то каким? 1,82 А у тебя по силам что? 200 становая на 6 никогда не раз натянул 215 сжал на раз Приседал 2,30 на раз Силовые важны в рестлинге? Безусловно, конечно Конечно Когда ты большой парень, если ты накачан, ты должен показывать людям историю о том, что ты большой и сильный И ты обязан поднять своего оппонента своими силами Тебе никто не будет помогать Ты обязан его кинуть своими силами Помимо силы, безусловно, должна выносливость быть Это такая история, которая заставляет развиваться очень разнопланово Многие тренируются как пауэрлифтеры Я предпочитаю сочетать Мне, честно, нравится более движение бодибилдинга Но я предпочитаю всегда сочетать это как а-ля кроссфит Называю это функциональным бодибилдинг На брусьях отжимался, вешал на себя 125 килограмм В двух словах о рестлинге что это такое? Спортивное развлечение В двух словах ты просил А где прям мека? Каждый рестлер тебе ответит, что он должен попасть в Японию Но каждый фанат тебе скажет, что это Америка Но на самом деле в каждой стране свое В Мексике это как религия Там вообще другой рестлинг История была про Лучидора Он снял типа маску свою, когда проиграл матч И он умер через несколько дней Типа у них к этому такое отношение Они очень не снимают маски Не появляются на людях без маски Это как огромная такая культура Религия своего рода У меня есть своя история с Дабыл Дабуи Я шкодил, когда в Элэй был Я очень много тренировался Метрофлекс Джим К владельцу зала приехал чувак С Дабыл Дабул Ей Который как скаут Да, да, у них есть скауты Куча скаутов, которые набирают талантов Вот Он мне начал показывать фото Я так понял, что он какой-то на руководящих Прям в должностях Потому что он мне показывал фото со всеми топами Показывал с Синой Что они там где-то сидят Короче, прям вот со всеми Вот И он говорит, блядь Просто дай мне свое согласие И ты будешь здесь сейчас на Риге А я как раз тогда Мы тогда в Таткон снимались Короче, я был пи*** Я был здоровый И он говорит, блядь Ты мне нужен, чувак Все, давай Дабл-ю-дабл-яй Все, я устрою Потом посмотри на них на всех Ты пойдешь на телек Ты пойдешь на кино Прикольно У меня до сих пор его не прочитано Емейл висит Просто сидим мы У которых эта мечта в голове У меня до сих пор не прочитано емейл Во-первых, возможно, всему свое время А во-вторых, это нужно любить То есть Это нужно настолько сильно любить Чтобы быть рестлером Я имею ввиду работать в прорестлинге Потому что у тебя матчи каждый день И тебя избивают в эти матчи по-настоящему То есть, да, твое тело-то реально избито Падение Это все огромный стресс для организма И если у тебя травма Ты должен выступать с травмой Потому что, значит, ты не будешь получать деньги Ты не сможешь платить свой чек Ты не сможешь содержать свою семью И так далее Поэтому у рестлера работают в диком стрессе И у них там Они 360 дней в году в разъезде В большей степени это разъезда Нежели выступление в ринге Моя мечта Это действительно мечта детства Не знаю, мне было лет 10, наверное Когда я первый раз по телеку увидела WWE Как сейчас помню Это был матч Литы Я просто Я смотрела И вот рядом сидела мама Я говорю Мам, я тоже хочу быть такой крутой девчонкой Мама мне говорит Да у них там все не по-настоящему Зачем тебе это? Ничего у тебя не получится Это же только в Америке Потом Прекрасный день В моей жизни 16-летие И в мой родной город Приехала девушка Она ко мне подходит Вот так у меня за грудки берет И говорит В России есть рестлинг Тебе срочно нужно в Москву Я сейчас у них снимаю Там очень мало девочек Но они горят своим делом Тебе туда нужно И как раз так началась история С пауэрлифтингом Вообще В принципе, если бы не рестлинг Мне кажется, я бы, наверное, спортом не занималась По-настоящему-то в итоге Или нет у вас? Что? Сейчас узнаешь Из рестлинга Звезд мирового масштаба Вышло, наверное, больше Или столько же Сколько и всех остальных видов спорта Вместе взятых И все они снимаются в Голливуде Все они крутые шоумены Два кувырка К углу И в стойку Это не озвучка Это отбивание Потому что есть зюдо-бам Мы падаем же Кстати, падение Мы сейчас тоже попробуем Можно мы страшно падать На спину или нет? Да Я считаю, что я освоил Ну, если ты освоил Давай тогда попробуем падение С самого начала Смотри Топа у тебя Остается всегда на ринге И ты как можно сильнее Отбиваешь о-ринг руками Смотри Очень важный момент Выдыхаешь Подбородок прижат к груди Руки не уводи туда Потому что, так как ты знаешь Здесь широчайше растягивается И она не защищает твою спину О, блядь Вот это упражнение один-два раза делай Спина болеть не будет После тренировки еще не болит А теперь повыше и поресе Слушай, мне реально башку отдает Еще сильнее будет отдавать На самом деле падение Вот он сейчас там упал А я лежал на ринге Мне реально в голову отдало Что у него там происходит, я не знаю Короче, на самом деле Любое падение Первоначальное Это как хороший пропущенный удар в голову Ты набиваешься А прикинь, какой у тебя вес Какой у тебя удар будет Это все физика А что-то жар А что-то будем делать Давай чуть-чуть Конечно Да, но тогда он должен раздеться А он меня не убьет потом Это проходят все Ты можешь меня потом так же ударить Вы меня все запомните, пожалуйста Я человеку зла не желал Просто интересненько Как мы все в ебу отвечаем Сука, припекло О, блядь Сюда, блядь Где это? Ладонь Ладонь У тебя просто Поверка Да это много раз меня ходили Поэтому Рестлинг нужно любить Нужно понимать Это очень сложно понять Ты принимаешь В этом и есть красота Этого вида спорта Виды спортивной деятельности Ты принимаешь удары И мы рассказываем историю Что как бы тебя сильно не били И не кидали Ты встаешь и борешься Это важная история для жизни Что ты никогда не сдаешься У Кирилла очень хороший чоп Это называется чоп Как отбивная в переводе Типа мы таких за матч Можем принять штук 50-20 Вернемся к падениям Попробуем немножко попадать От канатов Хотя бы один раз Таз поднял Голова прижата И Кто-то реально не понимает Когда ты 150 Весел Что это такое Стоит Здравствуйте Я себя не пересилю Видишь Я уже током бьюсь Невозможно себе в голове уложить То, что тебе сейчас нужно упасть На спину Специально В смысле все инстинкты Самосохранения Которые у тебя есть в голове Ты должен выключить Это очень сложно победить Я знаю Это вот внутри Потому что человеку Естественно себя сохранять Выше, выше Нет, такой из меня росли Поэтому я не ответил Этому чуваку на письмо Я правильно Если меня вот так пи*** Замачил несколько раз Да и не ахрену Мне не надо Слушай, если честно Когда я сделал чоп У меня было ощущение Что я уебал по стене Прям просто Он сиси напрям Прям бам Да нет, ты посмотри Это же гора А что такое стомп? Это когда двумя ногами Тебе на грудь прыгает У меня это мой финишер Я делаю это с третьего Не больно? Давай тебе сделаем Раз не больно Не дай бог ты, Владос, это вырежешь Нормально А что сейчас будет у нас? Дабл стомп Это мой финишер После которого никто не встает Чуть-чуть поверни туда ноги Ебаный в рот Готов? Блядь Нет Почему у меня опять в спине хрустнуло? А вот допустим в Москве Можно ли посмотреть на вас? Вообще легко Какое-то шоу, да? Да, легко Как раз будет 4 февраля Большое шоу Ссылочку на билеты Будет в описании И было совсем недавно Собственно 20 лет Прорестлинга в России Мы 20 лет этим уже занимаемся Было огромнейшее шоу В крыле советов Зал был весь забит Был полностью sold out Здесь негде было И соответственно Была впервые Прямая антрансляция На око была Там какие-то тематики есть Или как? Нет, все зависит от шоу Это же как сериал Из-за истории Конфликты И так далее Кто придумал делать Билдапы к матчам Это раштоки Прорестлинг Мухаммед Али учился Прорестлинг Падающий локоть Ложись вот так Тоже сардельчика Нет, конечно Тебе понимаешь Тебе голова говорит Тебе просто сейчас Ты же можно с ума отставить? Да Тебе голова говорит Что пиздать Вот все Чувак на тебя прыгает Близ С полутора метров Еще подпрыгивает Ну как бы ногами Ну все Тебе хана Тебе голова говорит А потом какой-то удар И ты не понимаешь Что происходит Только спине Хрустнула уже Раз в семь Это адреналин Мы всегда чувствуем Боль основную Типа в суставах Мышцах Уже после матча Потому что Когда ты выходишь на матч Мандраж Адреналин Тебя бьют А потом ты выходишь Проходит минут 10 Вот так вот просто Попадется тебе вот туда Попадется тебе девушка Ты влюбишься в нее Она Участница Давай сначала на Владосик Владос А у нас один стул всего лишь На от тебя Короче Я такой чувак Я не умею баннуть зрителей Если меня бьют Значит меня бьют Я говорю Бля бью бы меня Со всей силы Я могу перенести В ногу Обычно ты бьешь так Чтобы штул разлетался Кто самое такое больное Из последнего Что у тебя было Наверное самое больное Это были Лампы дневного света У меня был матч Венгрии И они режут Очень сильно У тебя неприятно Еще они разбиваются На мелкую Такую Стеклянную крошку Когда ты смываешь Очень Очень неудобно Здесь у меня маленький Правда шрам Но это Он вообще мелкий Но мне вырезало Мясцо А так Ну наверное грыжа Межпозвоночная Самое большое было Мне когда кидал Антон Прям на Такой Все приключилось На следующий день Я не смог Встать с кровати Шпажки в голову Наверное Деревянные шпажки Вот так в голову Вбивают Цепью неприятно Получать У нас вот с девочкой Был матч Связанный цепью Когда у вас два поводка И между вами цепь метровая Вот Цепью очень больно Получать по любой части Тела В смысле Еще Девочка тоже Срывала подушку Из торнбакла И Меня держала За эту цепь как раз То есть я вообще Не могла пошевелить У меня вот лицо Лежало около Вот этого крючка Железного Я мне прям Ногой втащила У меня так жестко Рожа кровоточило Это просто Вот это было реально больно Я помню Потому что я прям На этот крюк наткнулась И прорезала лицо За Чоппер Или как это Чоп За чоп За стул Ставчик вообще Прям так Ровным Да Блин Молодец Как называется? Флэш Страшно У человека падать Ну он просто большой А представляешь Что тебе если бы Антон сейчас упал Он весь так же как ты А вот то что тогда Кому-то вот так вот Вылетели из двух ног в лицо Это мой фирменный прием Пожалуйста Это мне сделали Тебе? Я сделал мега безопасность Не он попадает Ну то есть Четко да В лицо Единственное Я рукой лучше бы я не закрывалась Лучше бы ты меня поебало протащил Потому что у меня здесь сережка И Какие они классные Это как называться сейчас будет? Дробки кругом Короче Есть такая штука как сел Мы продаем свою боль Ты не можешь просто типа Ты должен продать боль Гипертрофировать ее каждый раз Это в мятниезде На шоу я бы снес туда улетел Ты еще раз буду делать Делаем вообще в полсилы Как на тренировках Я сейчас чуть висок не проломил Вот здесь У меня аж хрустнуло Вот он бля Отвечаю Да нормально брат Отсел Я чувствую какой-то звук Давай Давай Погодите А что делать? Это странно Прикольно А можешь разведить Три главных мифа про рестлинг? Да безусловно Здесь считают что у нас предметы Настоящие Все предметы настоящие Иначе зрителю это не было бы Интересно смотреть Главное что в рестлинге Он слышит звук от удара Видит последствия от удара Зритель приходит чтобы обманываться Второй момент Что это все не по-настоящему И не доставляет боли Здесь боль причиняет все Абсолютно мы в этом уже убедились Неоднократно А это страшно выглядит А вопрос еще в плане тренерства Вы как будто ходите или как? Или сами? В смысле я обученный тренер по прорестлингу Ну понятно А у тебя есть нет? Вот мой ученик Девочки сейчас переодеваются Не я имею ввиду не ученики А тренер у тебя есть? Нет уже нету Вообще у меня был тренер Это кто начал независимую федерацию рестлинга Вадим Корягин Вот сейчас он живет в другой стране Он меня обучал И я горд тем что один из его учеников из Сингапура Стал рестлером дабл 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 То есть это на самом деле большое достижение Очень для учеников Кирилл Не надо спрашивать Это то что нельзя укладывать в ютюбе Это будет в телеграме Реально Но это жесть Ссылочки все будут в описании А на те соцсети которые нельзя указывать Вы увидите их в всплывающих Таких этих буковках Вживую это конечно вау Это был рестлинг И кто хочет со 150 килограммовым Антоном тебя уйдет Кто хочет тебя увидеть со 150 килограммовым Антоном Кто хочет меня увидеть со 150 килограммовым Антоном Пишите в комментариях Чтобы Антон сделал сплэш через стол С Антоном прикольно Я видел Антона Конечно я видел У Гоги у блуда Да очень круто